Здравствуйте! Библия с комментариями из Брюссельского издательства. Я вычитывал, что эти комментарии изменены самим издательством в католическом толке. Значит, такую Библию лучше не брать или, наоборот, брать для сравнения? Я бы вам посоветовал не брать, потому что когда у вас будет цементная вера, железобетонная, тогда можно что-то с чем-то сравнивать. А когда еще какая-то зыбкость есть, то лучше ничего не брать, сравнивать не нужно. Укреплять веру сначала можно, а потом уже сравнивать что-то с чем-то. Кстати говоря, сравнение тоже полезно для укрепления веры, но только на каком-то этапе. Потому что все же познается в сравнении, по-другому как. Чтобы понять нашу веру, нужно ее сравнить с другой. Но сначала нужно ее знать, а потом уже ее сравнивать. А то, не зная своей, что с чем сравнивать. Можно здесь заблудиться и ненуроком оказаться ни там, ни там. Да, вот эти переводы современной Библии, я недавно с этим вопросом столкнулся. Знаете, что это такое? На самом деле, по сути дела, это вовсе и не Библия, а какая-то новая книга по мотивам Библии, но названа тоже этим словом. Это вообще ужас. Все искажено, все как-то поменено. Все настолько переиначено, что, Господи, помилуй, и не знаешь, как они так делают, как они могут так относиться. Тут каждое слово, не знаю, взвешиваешь три раза, прежде чем что-то там подумать, что-то как-то принять и как-то воспринять. Несколько раз подумаешь, взвесишь все. А люди так вольно, взял, так перевел, так перевел, так перевел. Взял Библию и перевел таким образом, чтобы оправдать свои убеждения, под себя Библию подставить. Это вообще ужас какой, дошло. И это считается нормальным, сейчас переводят ее все, кому не лень. Поэтому здесь, пожалуйста, поосторожней будьте. Я считаю, что для нас, для русскоговорящих людей, самый лучший – это синодальный перевод. Я не скажу, что церковнославянский, что он на порядок лучше. Где-то славянский передает оттенки лучше. Но все-таки синодальный перевод очень добротный. А вообще, конечно, оригинал. Но оригинал – это греческий, а кто его знает. Тем более не тот греческий, который сейчас разговорный, а древнегреческий. Это примерно разница, как у нас, между русским и церковнославянским. Может, чуть поменьше, но тем не менее есть. Церковнославянский – да, это своеобразно. Но я могу сказать так, что я учился на церковнославянских, когда изучал. У меня как раз по Библии лучше получилось его изучать. По молитвам сложнее, потому что молитвы передают оттенки, они передают чувства, они передают мысли, а это сложно. А когда говорится, что и вот он взял, пошел туда-то, и сделал то-то, и сказал так-то. То есть какое-то историческое повествование идет, оно как-то легче понимается. И потихонечку выстраивается все. Такие исторические книги читать на церковнославянском легче, чем, например, псалтирь. Значительно легче, но это к слову. Опять же, церковнославянский – это, конечно, своеобразный. Мне там больше нравится, он передает глубину, красоту передает, песня. Библия без феофилакта Болгарского и Лопухина сложна. Нужно выписывать сжато суть, ксерокопировать определенные места и приделывать в карманную версию. Так серьезно подойти к изучению Библии! Я помню тоже, когда я первый раз ее открыл, вот ту самую, которая у меня здесь лежит, которую я уже неоднократно показывал, мне целый ритуал был. Прежде чем ее читать, я вообще со сала все убирал, пыль протирал, руки мыл. Это был целый ритуал священнодействия. Потом садился, открывал и читал. У меня была настольная лампочка, и передо мной две маленькие иконочки висели, зацеплены за обои. И я вот в этих именах брал листочек, ручку, начинал чертить, кто от кого произошел. Имена все эти совершенно непонятные, новые для меня. Я их никак запомнить не могу. Теряешься, про кого идет речь. Эх, кошмар какой-то. Но потом все потихонечку уложилось, утряслось, встало на свои места и приобрело рельефность. А когда потом еще читаешь какие-то сопутствующие вещи, например, толкование, объяснение того же Лопухина, толковая Библия Лопухина, ну, там вообще сразу такое количество информации. Начинаешь понимать, что все оказывается вон чего. А лучше всего начинать с детской Библии. Она простенькая, разжеванная, самая суть там выделена. Продолжение следует...